Ремонт дорожного полотна на улице Коммунистической от Московского шоссе до улицы Маяковского, а это более 1,6 км, начался еще на старте дорожно-строительного сезона. На перекрестке с улицей Клинической литой асфальтобетонной смесью нового поколения выполнялось обновление трамвайного межпутья, чтобы покрытие выдерживало высокие нагрузки, возникающие в том числе от вибрации при движении трамваев. Сейчас подрядчик трудится на всем протяжении Коммунистической, захватками не перекрывая движение полностью. Частично от Московского шоссе до Владимирской выполнено фрезерование дорожного полотна. Идет работа на инженерных коммуникациях, дождеприемников и смотровых колодцах. Дорожный объект преображается благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В данный момент мы производим замену дорожных плит. Это ПП-1240 и ПД-6 с заменами дождеприемников и люков. Люки ставим сейчас с запорным механизмом. У них есть прорезиновое основание. Идет сама крышка, соприкасается с обечайкой через резиновую прокладочку. И также она стягивается болтом с гайкой. Все работы находятся на контроле не только специалистов подрядной организации МБУ дорожное хозяйство, но и общественников. Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ, приехавший на место выполнения работ, рассказывает, что проблема кражи дорожных люков стоит остро. Еще один вопрос связан с тем, что жителей, особенно по ночам, беспокоит грохот при проезде автомобилистов через люки. Новые технологии, по которым сделаны современные люки, которые устанавливают на средства нацпроекта, это шаг к решению этой проблемы. Антивандальные и бесшумные люки в Самаре в этом году устанавливают на всех участках, где производится ремонт дорожного полотна по нацпроекту. Специалисты пояснили, что непосредственно на монтаж люка уходит порядка 30-40 минут. В зависимости от объема работ, сопряженных с заменой дорожных плит, в одной локации рабочие могут трудиться и более двух часов. А дорожные плиты способствуют распределению нагрузки на люк смотрового колодца, минимизируя его просадку, что в итоге позволяет выдерживать более высокую эксплуатационную нагрузку. Учитывая, что замена плит в районе смотровых и дождеприемных колодцев на улице Коммунистической выполнялась в 2014 году, когда осуществлялся комплексный ремонт объекта, включение этого вида работ в план текущего года является необходимым. После выставления люков на проектные высотные отметки на улице Коммунистической уложат асфальтобетонное покрытие из высокопрочной смеси. Работы на этом участке планируют завершить 4 июня. Вопросы, связанные с улучшением транспортной инфраструктуры, являются приоритетными для губернатора Дмитрия Азарова и находятся на его контроле. По итогам 2022 года Самарская область снова признана регионным лидером в реализации дорожного нацпроекта. В этом году в губернии запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью более 233 километров, в том числе 17 мостов. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Самара обновит 42 объекта. Проезжие части дорог ремонтируются по всей ширине. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.